Миллионы вас сегодня знают. С рождения такая предрасположенность. Можно ли это изменить? Может, это просто со мной изначально что-то не так. Хочется избежать этого. Вы человек, между прочим, сентиментальный, несмотря на всю свою брутальность внешнюю. Ну, тут главное не обманываться. У меня аж до слез может быть. Но это ведь любовь? Мы не очень любим просто говорить об этом. А друзей может быть много? Ради того, чтобы купить квартиру, купить машину? Нет. А что для вас дружба? А я эгоист. Не подпускаете, конечно, так как хотелось бы, но... Как-то глупо всё. Здравствуйте, Андрей, и добро пожаловать в этот город на Неве. Я не могу вас не спросить о нём, об этом городе, потому что у каждого свой диалог с ним. Что для вас этот город, с чем он ассоциируется и хочется ли сюда возвращаться, если да, то почему? Мне нравится в Питере, но я навряд ли бы здесь остался жить. Почему? Ну, у меня такое впечатление, что этому городу люди как-то не нужны, как будто. То есть он сам по себе живёт. А какое самое лучшее место для жизни? Для вас? Там, где моя семья. В одной программе, она называется «Поиски пути». Я слышала ваши свидетельства, и я думаю, что многие люди, миллионы вас сегодня знают, они, безусловно, о вашем прошлом наслышаны. Но всё же есть часть аудитории, которую мне хотелось бы познакомить с вами поближе, потому как на нашем телеканале мы стараемся рассказывать о чуде в нашей жизни, ежедневном чуде. Вот расскажите, пожалуйста, о своём, потому что в вашей жизни это уже живое свидетельство Божьей любви. Мне интересно именно этот момент, откуда появилась эта пустота. Когда она появилась? Ну, наверное, с того момента, когда я стал как-то осознавать себе с подросткового возраста, наверное, ощущение бессмысленности происходящего. Достаточно долгое время я употреблял наркотики, и уже достаточно долгое время их не употребляю. Ничего особо в этом оригинального нет, наверное. Время меняется, меняются только наркотики. Ну и, в принципе, то, что я сейчас живой, это уже чудо. Я почти всех близких друзей похоронил. То есть почти все умерли. Почему я начал употреблять? Повторюсь, потому что чувствовал бессмысленность вообще всего. А сколько вам было? Ну, наркотики я начал употреблять лет в 14. Как принято говорить, тяжёлые наркотики в 17. Я был последний в нашей компании, кто всё-таки решился. В конце концов, 15 лет я употреблял. Я и сейчас считаю, что всё это особого смысла не имеет. Я имею в виду карьера, квартиры, машины. Ну, как-то в подростковом возрасте вот я это понял, что мы всё равно все умрём. Раньше даже, наверное. И зачем тогда? Ради чего? Ради того, чтобы купить квартиру, купить машину. Сделать карьеру. Сделать карьеру. Как-то глупо всё. Как-то мелочно. Но когда ты употребляешь, у тебя есть одна проблема, где найти дозу. Всё стало проще. Наркотики же дают чувство эйфории, защищённости. Ты как в домике пречешься. Всё. Ну, когда ты отдаёшь уже себя отчёт в том, кто ты и где ты. Редко кто доживает. Угу. До тридцати. Занимаясь подобными вещами. Ну, благо, в этой истории есть очень хороший, не скажу конец, продолжение. Ну, тут главное не обманываться. Бывших наркоманов не бывает. Угу. А что вас сейчас останавливает? Ну, у меня не получается забыть этот период в своей жизни. Иногда хочется этого всего не помнить. Но это было бы неправильно. Потому что когда ты это помнишь, возвращаться ты туда не хочешь. Позвольте, я спрошу о ваших родителях. Я нигде не слышала о них ничего. Я не могу себе даже представить, каково это, да, видеть, что человек рядом фактически погибает. Я в 16 лет уехал от родителей, поступил в университет, в другой город. Началась свобода. Нужно было делать, что хочешь. Мамы с папой рядом не было. Ну, и вообще тогда у нас в стране такая была тотальная свобода. Мы захлебывались этой свободой. Потом, когда родители узнали, мама, конечно, очень переживала. Ну, ты понимаешь, что твои родители чувствовали, ну так, примерно, конечно, когда у тебя свои дети появляются. Со мной же этот юношеский максимализм присутствует. Ну, ты чувствуешь себя свободным, самостоятельным. Вот это банально. А я не просил, чтобы меня рожали, да. Ну, вот я теперь есть, и оставьте меня в покое. У меня своя жизнь теперь взрослая. И вот я и буду так жить. Много, конечно, пришлось маме. Вы терпите. Ну, и она очень много не знает еще. Большей даже части, наверное. А как вы вообще считаете, сама эта ситуация... Да, вы правильно сказали, время проходит, проблемы остаются прежними. И что бы ни было, подростки все равно остаются теми же, да. И чем шире выбор возможностей и доступность, а все равно есть эта пустота, а все равно есть это одиночество. Если родители не справляются, что им поможет? И можно ли это изменить? Или это переходный период и какой-то естественный отбор даже? Я думаю, это все индивидуально. Многие мои друзья, знакомые никогда ничего даже не пробовали. У них не возникало такого желания. Может, это просто со мной изначально что-то не так. Есть такие теории, что у кого-то просто с рождения такая предрасположенность. Может быть, действительно в этом есть какой-то естественный отбор. Не знаю. Но в вашем случае это получился путь к Богу и знакомство с Ним. Вы очень часто говорите о том, что через ваши песни вы хотели бы немного сподвигнуть народ на поиски этого пути, и путь есть Христос. Скажите, пожалуйста, говоря с аудиторией на таком языке, да, вы отдаете себе отчет, что она может меняться в количестве? Или для вас это никогда не было важным? В сочинительстве я достаточно эгоистичен. Я не ставлю перед собой задач научить кого-то, объяснить кому-то что-то. Хотя, наверное, такие песенки тоже у нас были в какой-то период. Сейчас мы стараемся рассказывать истории, я так называю. А пусть слушатель сам делает выводы. Нельзя лишать слушателя вообще человека свободы выбора. Нам и Господь эту свободу дал. Если кто-то выбирает тот образ жизни, который вел я, ну, это его выбор. Я только могу рассказать, чем это все закончится. Мне сложно кого-то чему-то учить. Я не чувствую, что у меня есть на это право. Я слишком много совершал ошибок, слишком много падал. Я повторюсь, я уже говорил не раз, я могу только быть примером в том, что вот я человек, который когда-то сделал выбор, и, несмотря на все свое несовершенство, продолжает по выбранному пути следовать. Это мне дается с большим трудом. Из меня плохой христианин, тут тоже на меня ориентироваться не стоит. Каким должен быть христианин сегодня? Следовать за Христом. Тут по-другому не ответишь, кроме как такими казенными формулировками. Кто для вас Христос? Спаситель в первую очередь. Ну, тут все, что надо, это открывать Евангелие, читать, следовать, стараться, меняться. Тут главное начать. Андрей, вы сегодня папа. Вы своих детей стараетесь воспитывать вот как раз таки в любви к Господу? Или будете ли? Стараюсь. Но, опять же, не хотелось бы, чтобы сейчас для моего сына Христос был одним из таких супергероев, как персонаж фантазийный, да? Персонаж мультфильмов, комиксов. Как-то хочется избежать этого. Для него же сейчас нет особой разницы, ему всего 6 лет. Там, Христос, Оптимус Прайм или Человек-паук. Какие-то для него персонажи, наделенные просто сверхспособностями. А потом он вырастет и уже не будет играть с трансформерами, да? В Оптимус Прайм. Но вот хочется, чтобы Христос как-то в его жизни остался, конечно. Ну, присутствовал ему. Поэтому мы с женой стараемся так как-то аккуратно об этом говорить. Из всех ваших программ, интервью, смотрела, наблюдала, вы вот создаете впечатление человеку равновешенного и свободного. Что больше всего вам дарит это равновесие и помогает прийти в нормальную национальную форму? Только молитва. Вот как только фокус сбивается, сразу же равновесие это теряется. Еще такой момент, Андрей. Вы тоже в одном из интервью отметили, что вы человек, между прочим, сентиментальный, несмотря на всю свою брутальность внешнюю. Это было всегда у вас? Это обратная сторона жесткости. Это не то, что я какой-то необыкновенный. Так часто бывает. А это было всегда или это все-таки появилось как раз с первенцем? Ну, когда дети, да, дети появились, я стал еще более сентиментальным. А в чем это проявляется? Я, например, раньше слышал в новостях, что где-то что-то случилось, произошло, и там пострадали, погибли дети. Ну, я так, конечно, сопереживал, но печально, да, там люди пострадали, дети. А сейчас, когда я слышу, что что-то где-то случилось с детьми, у меня аж до слез, может, не бывает. Когда уже свои дети. Но это ведь любовь. И любовь с нами делает невероятные вещи. Дарья нам такую силу, да, она, в общем-то, нас награждает целым списком слабостей. Вы можете назвать свою самую большую слабость? Ну, вообще, когда ты создаешь семью, и появляются дети, ты становишься уязвимым. У тебя же появляется ответственность. Раньше у тебя ответственность была только за самого себя. А потом вот у тебя появились другие люди, и уже приходится думать о них, а не только о себе. А я эгоист, и мне тоже все сложно. А что бы вам хотелось самое ценное передать детям и оставить им после себя? Квартиру. Ну, это не самое ценное. Я шучу. Хотелось бы, конечно, чтобы мои дети не совершали моих ошибок. Но я не уверен, что это получится. У каждого свои ошибки. И они, наверное, должны быть. Через это же человек чему-то учится. Проходя через это. То есть вы за все свои ошибки благодарны? Ну, если бы этого со мной не происходило, я бы многих вещей не понял. В своей жизни, да. Я же считал себя самым умным, который сам знает, как лучше. И это и сейчас периодически происходит. Я говорю, как только фокус сбивается, как только я начинаю думать о себе больше, чем надо. Вообще надо ли так думать о себе? В общем, когда эгоизм мой побеждает, ну, то, что гордыней, да, называется, от этого же все, так я сразу опять носом в асфальт и падаю. Приходится опять подниматься, опять исправлять настройки. И дальше идти. Вот здесь. И дальше идти. Сделал и забыл. Ну, я также знаю, что ваша группа, вы с Антоном так или иначе, не так или иначе, а вы участвуете в благодворительности. И я периодически вижу ваши фамилии на какой-то мелкой крупной акции. Я знаю, что у вас даже была серия концертов, и вы с собой коробочку возили для того, чтобы собрать деньги детям. Да, мы дружим с фондом «Живи, малыш», дружим с Егором Почковым. А что для вас вообще само это ощущение, что вы ведь участвуете в изменении чьей-то жизни? Что для вас эта благотворительность? Ну, есть какое-то ощущение, что так правильно просто. Если есть возможность кому-то действительно помочь. Мы не очень любим просто говорить об этом. Ну, я считаю, такие дела надо по возможности делать, что называется, в тишине, не привлекая внимания. Но иногда приходится об этом говорить, выносить это на поверхность. Ну, не хочется просто, чтобы это воспринималось как какой-то наш пиар. Сейчас же все, что ты не сделаешь, все пиар, пиар. Какой-то странный пиар. Ну, помогли кому-то. То есть мне тут на... На мнение людей мне здесь плевать, как бы эта группа не звучала. То есть мы же это делаем не для того, чтобы люди сказали, какие мы молодцы. Дела нету до этого. Я знаю, что вы точно так же с Антоном довольно тихо взяли, приехали в Дом Надежды на горе. Да, приезжали пару раз. А что вы почувствовали? И что вы чувствуете, когда общаетесь с такими людьми? Я чувствую, что вот мы уехали и приехали, а эти дети останутся. Ну, мы приехали там, как-то поддержали и уехали. Ну, или там время от времени как-то материально помогли. Вот если бы взять шефство там над каким-то ребенком. Так это, наверное, нет называется. Это не просто уехал, приехал и там скинул денег на карту. А когда ты постоянно в общении, постоянно интересуешься как там дела, как там здоровье у этого ребенка. Для меня люди, которые берут детей в семьи, да, для меня такие люди настоящие герои. Мы с вами понимаем прекрасно, что любая встреча, она ведь не спростая, не случайна. И как вы считаете, встречи, разговоры с людьми особенными или с людьми зависимыми, они кому нужнее больше? Ну, когда я езжу на такие встречи, я понимаю, что, возможно, мне это даже надо больше, чем этим людям. Возможно. Ну, у них есть возможность понять, что есть другая жизнь, что можно жить без наркотиков. А у меня есть возможность не забывать о том, что есть вот та жизнь, в которой живут они, где я был. Хорошо. Вы в Петербург приехали тоже с особым проектом. Этот проект называется «Обитель. 16-я рота». Немного расскажете о нем? Это спектакль режиссера Марины Перелешиной. Это активный театр московский. Он так называется, активный театр. Первый раз мы сыграли в конце 2014 года. И получается, вот уже третий год этот спектакль играем. Это спектакль по роману Захара Прилепина «Обитель». И вот, наконец-то, сегодня мы его сыграем здесь, в Питере. А чем вас привлек этот проект? Я вообще понимаю, судя по вашему творчеству, вы постоянно что-то новое ищете. И мне нравится, вы не раз об этом говорили в прессе, что вы не повторяетесь и не планируете повторяться. Нам интересно пробовать что-то новое, какие-то новые формы. Мы давно знакомы с режиссером, с Мариной. Марина предложила нам принять участие в этом спектакле. Для нас это был новый опыт. Мы же не актеры, тем более не театральные актеры. И тут совсем по-другому взаимодействие со зрителем происходит. Не так, как на концертах. Вот Саша Вильдинский пригласил меня сняться у него в фильме. Ну, я согласился. Я говорю, Саша, ты же понимаешь, я не актер. Ну, там для меня написали роль. Саша очень хотел, чтобы я был в этом фильме. Ну, скорее есть то, что я смогу сыграть, а есть то, что не смогу. Не смогу практически все. А смогу? Ну, я могу играть... Молчаливых, да, парней? Да, вот таких, которые вот сидят и очень неторопливо, да, ведут беседу. Или еще лучше роль без слов. А это, кстати, сложнее. Да. Потому что сыграть только глазами любую эмоцию... А любую я не смогу, я же не актер, я могу вот так смотреть. Хорошо, Андрей. Каким достижением на сегодняшний день вы гордитесь больше всего? Ну, гордитесь, слово, понятно, нам не нравится обоим, но тем не менее. За что ваша душа спокойна, за какое достижение? Да, чем больше я думаю об этом, тем больше понимаю, что как-то вот те достижения, которые есть, они не совсем мои. То есть они не только мои. Я благодарен за друзей, за людей, которые вместе со мной, и вот у нас вместе что-то получается. А друзей может быть много? Нет. У вас не много друзей? Нет. А что для вас дружба? Доверие, взаимовыручка, понимание. Наверное, самое главное все-таки понимание, когда человек тебя понимает. Вы как-то не так давно себя почему-то отнесли практически к пенсионерам. Почему? Ну, иногда мне кажется, что мне до сих пор 20. А иногда кажется, что уже 70. Угу. Просто по меркам рэп-музыки мы все-таки туда приписаны, по жанру. Вот. Ну, это мы сейчас, как про нас пишут, рэп-рок-группа. Когда-то мы были просто рэп-группой. Вот. И у нас все-таки там прописка сохранилась. Вот. По меркам жанра мы, конечно, уже динозавры. Музыка молодежная. Музыка молодежная. Жанр молодежный. Угу. Ну, хорошо. А что в вашем понимании достойная старость? Хотелось бы, конечно, сказать, что вот, когда тебе там 70 лет, и ты понимаешь, что жизнь просто не зря, и... У тебя нечего стыдиться. Но я часто так сказать не могу. Наверное, в 70 я точно так не скажу. Угу. Есть что забыть, как говорится. Скажите, за что больше всего в жизни вы сегодня благодарны Богу? Ну, я могу только сказать, что за все. Ну, за что не возьмись. Я понимаю, что этого всего не было бы. Ну, даже за сам факт того, что я живой. И мы сидим здесь, общаемся. За семью, за жену, за детей, за друзей, за... За наши песенки, за все получается. Спасибо, что даете узнать себя немного поближе. Не подпускаете, конечно, так как хотелось бы, но... Тем не менее. Спасибо за это время, выделенное на нас. И я очень надеюсь, что нам удастся увидеться еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok